Сегодня я осознал одну простую и невероятно полезную закономерность. Заключается она в том, что сложные жизненные задачи делают нас сильнее. И наоборот. Да, я понимаю, это звучит прям дико банально, но сейчас я все объясню. Меня на это натолкнула аналогия с тренировками. Например, когда человек целыми днями сидит перед компьютером, у него атрофируются мышцы спины и живота, просто потому, что они ему не нужны. Нет, нужны, конечно, но так как он ими не пользуется большую часть дня, организм думает, что не нужны. И он даже перестает белок в них поставлять. И наоборот. Мышцы, которые мы нагружаем, получают больше питательных веществ, энергии, и в результате становятся больше и сильнее. На самом деле это даже с мозгами работает. То есть, если ты часто пользуешься мозгом, организм поставляет в него достаточное количество питательных веществ, для того, чтобы закрывать те задачи, которые ты перед ним ставишь. И наоборот. Если ты им не пользуешься, то, собственно, он у тебя так же атрофируется, как мышцы пресса и живота, к сожалению. Поэтому полезно делать постоянно что-то новое. Там, знаешь, рекомендуют ходить новыми маршрутами, есть левой рукой и так далее. Все это нужно для того, чтобы мозг постоянно получал какие-то сложные, непривычные задачи, образовывались новые нейронные связи. Но об этом я подробно расскажу в другом видео. Вот так же работает и с глобальными жизненными ситуациями. И если самое сложное, что ты делаешь, это заставляешь себя утром заправить постель, то твоя воля ослабевает, твой тестостерон падает, тебе трудно становится на что-то решиться и вообще ты начинаешь избегать любых трудностей, а значит и возможностей. А вот если ты каждый день встаешь с постели до рассвета, принимаешь холодный душ, отправляешь свою задницу на тренировки, читаешь сложные книги, ставишь перед собой большие цели и добиваешься их, твой организм переходит совсем в другой режим. Тебе становится трудно остановиться. Все, что просто, тебе больше не интересно. И самое главное, у тебя появляется откуда-то на это все энергия, мотивация и силы. И это не просто какая-то мотивация на успех. Я не предлагаю тебе сейчас взять и начать себе ставить сложнейшие задачи, потому что Паша так сказал. Нет, я предлагаю тебе просто вспомнить, как складывались обстоятельства твоей жизни и работает ли то, что я сказал у тебя. Потому что у меня это работает. И это не то, что я где-то прочитал. Это то, что я действительно осознал на основании того, как складывались обстоятельства в моей жизни. И это понимание дает мне возможность использовать и в дальнейшем это знание, для того, чтобы добиваться еще больших целей, для того, чтобы становиться сильнее. То есть важно фиксировать такие осознания, такие инсайты для того, чтобы накапливать какой-то положительный опыт и использовать его в дальнейшем. Иначе мы просто проходим эти вещи, забываем и, знаете, как старый дед, которому рассказываешь один и тот же анекдот каждый день, и он смеется, потому что у него склероз. Вот не нужно быть такими старыми дедами, нужно фиксировать вот такие вот интересные техники, интересные инсайты для того, чтобы в дальнейшем их использовать, пополнять свой арсенал такими техниками. И для меня видеоблог является частью этого дневника, который фиксирует мой опыт, мои достижения, мои осознания, для того, чтобы я, опираясь на них, приходил к новым результатам и достигал все более сложных целей. Надеюсь, это и тебе будет полезно. Обязательно загляни в свое прошлое и попробуй найти этому подтверждение. Возможно, нет. Возможно, у тебя это не работает. Тогда забей. Просто забудь. Продолжение следует...